Сегодняшняя ЖКХ это многоступенчатая система управления высокие эксплуатационные затраты. Система довольно сложная, непредсказуемая и в то же время ответственная. И сегодня главная задача, стоящая пережилищно-коммунальной службой, снижение себестоимости услуг и повышение эффективности деятельности. Эти тезисы были озвучены на коллегии комитета госконтроля, сотрудники которого провели достаточно скрупулезный анализ деятельности отрасли. Результаты проверок показывают, что под ведомственными ЖКХ предприятиями меры по выполнению показателей прогноза социально-экономического развития предпринимались на лицо и экономия, и бережливость. Но вместе с тем во многих моментах работы есть серьезные просчеты. Проблемы есть. Есть существенные нарушения, недостатки, есть и резервы для снижения именно затрат, которые в свою очередь повлекут и снижение себестоимости оказываемых услуг. Что касаемо нарушений, да, это и невыполнение отдельных показателей прогноза социально-экономического развития, искажение данных о их выполнении. Это несвоевременное и вообще не реализация отдельных мероприятий, энергосберегающих, влекущие недополучение определенного экономического эффекта, а также дополнительные материальные затраты. Это и неэффективное использование имущества, дорогостоящего оборудования. Есть отдельные факты причинения вреда государственному имуществу. На коллегии отмечалось, что имеются существенные просчеты при планировании и реализации инвестиционных энергоэффективных проектов. Недостаточно используется резерв по снижению затрат в части сокращения потерь. Что очень важно, проверки выявили. Грубые нарушения при проведении капитального ремонта жилья, а также нецелевое использование отчислений граждан на капремонт. Выявленные недостатки – это еще один повод для руководителей задуматься и предпринять определенные шаги в стабилизации ситуации. Комитет госконтроля не преследует цели лишь наказания, прежде всего, упреждения критических ситуаций. Организации жилищно-коммунального хозяйства в нашей области все-таки на уровне республики выглядят достаточно достойно. По многим показателям они гораздо лучше других регионов нашего государства. Но, тем не менее, как вы слышали, проблемы есть. Есть над чем работать. До идеала еще далеко. По поручению главы государства, все нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверок, должны быть устранены по итогам работы за 9 месяцев 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова